Всем привет! Меня зовут Арина, и сегодня у нас второй выпуск новостного дайджеста. Начнем с линейки Surface. Судя по всему, Microsoft готовит к выпуску новый Surface Go 3. На сайте Geekbench засветились бенчмарки этого устройства. Название для устройства указано другое, но портал WinFuture считает, что речь именно о Surface Go 3, так как название совпадает с названиями из прошлых утечек. Всего ожидается два варианта устройства. Один с процессором Intel Pentium Gold 6500Y, и второй с вариантом Intel Core i3-10100Y. Оба процессора входят в линейку Ember Lake Y. Также будут доступны две опции 4 и 8 гигабайт оперативной памяти. Конечно, утверждать ничего наверняка, как обычно, пока нельзя, потому что не было доступной официальной информации. Но будем ждать, и мы подробнее писали об этом на сайте, будет ссылочка под видео. Теперь про Surface Duo 2. Это устройство тоже засветилось на Geekbench, и, судя по тому, что там можно увидеть, некоторые предположения полутехнических характеристик подтвердились. У смартфона ожидается процессор Snapdragon 888 и 8 гигабайт оперативки. Для сравнения, у первой модели был Snapdragon 855 и 6 гигабайт оперативки. Из прошлых сливов также известно, что у смартфона будет тройная камера, в том числе там будет широкоугольный и телеобъектив, и также появится модуль NFC, и будет более мощная моторейка. Вам, наверное, интересно, когда, когда же нам уже дадут новые Surface? А Microsoft тем временем, наконец-то, объявил дату официального мероприятия. Оно произойдет 22 сентября. На онлайн-мероприятие уже разослали приглашения журналистам, и в них говорится, что речь пойдет о Windows 11 и об устройствах. То есть вполне логично предположить, что именно тогда нам представят Surface Duo 2 и, возможно, новый ноутбук Surface. О нем мы рассказывали в одном из наших прошлых видео, на него мы ссылку тоже оставим внизу. Также объявили официальную дату релиза Windows 11. Это произойдет 5 октября. Но, по словам компании, выкатываться новая операционка будет постепенно, как и обновление для Windows 10. То есть прямо 5 октября всем простым смертным не стоит ждать строчку заветную в центре обновления Windows. Возможно, придется подождать еще, может быть, даже несколько месяцев. Суп! Выкро обновление? Не знаю, сейчас скажу. Нет, тебя списали 350 рублей. Также придется подождать и поддержку приложений Android. К сожалению, на момент выхода операционной системы ее еще не будет. Она заключается в совместной работе Windows и собственного магазина приложений Amazon. Для этого реализована специальная подсистема Windows. Для нее уже в Microsoft Store заготовлено местечко, но там пока просто висит плашка, и под ней даже указана не очень корректная информация. В том числе можно подумать, что приложения Android будут поддерживаться и на Xbox. Мы уже знаем, что это неправда. В течение пары месяцев поддержка приложений Android начнут тестировать инсайдеры, и только затем она уже станет доступна остальным пользователям. Но есть и хорошие новости. Microsoft расширил список поддерживаемых процессоров для Windows 11. В него теперь входят некоторые Intel седьмого поколения. Вот полный список. А вот процессоры AMD тысячной серии Microsoft в итоге добавлять отказался. Но зато теперь можно будет в Windows 11 пользоваться Surface Studio 2. Вообще странно, что изначально об этом не подумали, но теперь уже вопрос решен, так что неважно. Есть новость и еще лучше. Windows 11 все-таки можно будет ставить на неподдерживаемое устройство. Это можно будет сделать, скачав официальный ISO-образ. При этом Microsoft не рекомендует этого делать и предупреждает, что пользователи, которые так поступят, скорее всего, не будут получать обновления безопасности и драйверов, но будут получать накопительные обновления. Информация каждый день поступает разная. Это вообще пока не очень проясненный вопрос. Но в любом случае рекомендуем подумать дважды в будущем. При этом инсайдерам, которые сейчас тестируют Windows 11, но их устройства не поддерживаются, придется откатиться до Windows 10. Если помните, Microsoft предложила им это в качестве благодарности за то, что они так усердно трудились и все тестировали и разрешили им поставить Windows 11 на неподдерживаемое устройство. Пока не очень понятно, как это все будет реализовываться, но еще тогда предупреждали, что это только временный аттракцион щедрости, и инсайдерам будет высвечиваться соответствующее уведомление о том, что им нужно откатиться назад. Неизвестно, как удастся их заставить, и в любом случае Windows 11 можно будет поставить на неподдерживаемое устройство. Есть также и хорошая новость для тех, кто пока не знает, к какому лагерю он примкнет. К лагерю поддерживаемых и счастливых, или неподдерживаемых и несчастных. Microsoft, наконец-то, выпустил заново обновленное приложение PC Health Check, которое, когда оно только вышло, не давало никакой толковой информации и всех только сильнее запутало. Теперь оно действительно может правильно вам сказать, можно ли установить Windows 11 на ваш компьютер или нельзя, и если нельзя, то как это исправить, если вообще возможно. Также появилась информация, что совместимости с Windows 11 можно будет узнать прямо в центре обновления Windows, так что можете спокойно пребывать в неведении, вплоть до официального выхода операционки, если не хотите ставить себе никаких дополнительных программ. И, наконец, в нашей последней встрече успело выйти еще несколько новых превью сборок Windows 11. Последние две вышли на прошлой неделе, и они включают для себя сборку для инсайдеров канала Dev и инсайдеров канала Beta. Сборка для инсайдеров Dev включает в себя просто огромный список исправлений и обновлений. Для Beta список гораздо меньше. На обе статьи мы, опять же, оставим ссылку тут. Из интересного случился очень неприятный конфуз, когда люди обновились до новых сборок, они лишились меню пуск и панели задач. Это всех очень сильно возмутило, и люди очень быстро придумали всякие хитрые пути решения, но спустя пару дней Microsoft сам выпустила официальное решение этой проблемы, которое включает в себя внесение изменений в реестр. Самое забавное в этой ситуации, как сообщает блогер Дэниел Александерсон, дело было даже не совсем в обновлении, а в новом появившемся поп-апе с рекламой Microsoft Teams. Каким образом это смогло повлиять на работу Windows Shell, неизвестно. Как это допустили? Неизвестно. Но главное, что все починили, и можно дальше пользоваться превью-сборкой Windows 11. И напоследок также расскажу, что вышли превью-сборки для коммерческих пользователей, то есть компании, чьи устройства зарегистрированы в инсайдерской программе, теперь тоже смогут поучаствовать в тестировании Windows 11. На этом все. Я с вами прощаюсь. Увидимся в скором времени. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok